У нас сегодня немножко разгрузочная такая лекция. Она про строки. Но я постараюсь в какой-то момент сделать ее не совсем очевидной. Я не нарочно, правда. Да. Вот они, строки. Значит, мы с вами со строками в питоне встречались. А, да, значит, я забыл. Нам нужен разбор домашних заданий за позапрошлый раз. Хоть какой-нибудь. Вот отсюда. Вот отсюда. Что у нас тут есть? Подсчет кратных – это ерунда. Ближайшее простое. Ничего. Слушайте, а я разве их не разбирал, нет? Это было за прошлый раз. А, да, вот это прошлый раз, да, вот эти. Вот, те я уже разбирал. Значит, задачка сортировка по синусам на самом деле действительно делается в две строки, потому что у нас функция sort имеет, если вы помните, ключ, параметр функции ключ. И, соответственно, ну, давайте покажу, что ли. Это же… Да не пингвин, Джордж. О, попал. Сортит Сина называется, да? А, ну, извините, я ее тут решил в одну строчку. Это уже совсем такое знание питоновских, ну, кишков. Дело в том, что в питоне помимо оператора импорт, есть еще функция импорт. Вот такая, BlaBlaImportImport, вот. Которая вы передаете имя модуля в качестве строки, и она возвращает сразу объект модуля. И можно вот так вот это делать. Вот. В две строки было бы так, fromMathImportSinus, а здесь было бы написано бы синус. Вот. Соответственно, мы просто можем воспользоваться свойством, свойством функции сортид, что эта функция может сортировать, передан ей последовательный список, сообразно функции сравнения ключей ки, которые передаются ей вторым параметром. И фактически вся формулировка задачи сводится к вызову этой самой функции. Вот. Вот и все. Соответственно, если вы это сделали как-то более самостоятельно, реализовали, допустим, алгоритм сортировки или еще чего-нибудь, на это был расчет. Надо же было поупражняться. Я просто к тому, что вот питоний способ выглядит, ну, не совсем так. Питоний способ все-таки из двух строк. Это уже несколько спортивная вот такая конструкция. Вот. Так что тут мне интересно. Что касается линейного лабиринта, то это просто алгоритм. Я не знаю, он описан у меня здесь. Не описан. Ага. Хорошо. Значит, любой алгоритм обхода лабиринта, абсолютно любой, если у вас есть возможность оставлять пометки о посещенных местах, выглядит совершенно одинаково. Обход лабиринта выглядит так. Вы становитесь на место номер один. В список разведки добавляете все места, доступные из места номер один. Место номер один помещаете, как уже посещенные. Берете из списка разведки первое попавшееся место и повторяете процесс. Все. Я, собственно, его и описал, да. Значит, еще раз. Единственное, любой обход лабиринта, вот поищите на Unix.ru, там есть целая статья про обход лабиринта. Но если хотите, я покажу код, но это даже неинтересно. Значит, еще раз, да, алгоритм очень простой. У вас есть ваш лабиринт, который вы будете заполнять, ну, грубо говоря, минус единицами. Ну, и чем хотите, да. Они тут положительные. Да, числа-то положительные все, они не целые, они положительные, потому что у нас шаг вперед. Вот, вы будете заполнять... Ну, нули, ну не отрицательные, да, можно нули, действительно. Не отрицательные. Значит, можно заполнять минус единицами посещенные места. Вот, алгоритм очень простой. У вас есть еще один список, который называется список разведки. Вы туда добавляете все элементы, по которым вы хотите походить еще. Вот. Дальше вы что делаете? Становитесь на начало нашего лабиринта. Добавляете в список разведки все комнаты, доступные из этого начала. Помечаете текущую комнату, в которой сидите, как посещенную. Например, записывать туда минус один. Берете список разведки, снимаете из него первую попавшуюся комнату, которая с конца. И повторяете процесс. Все. Все. Понимаете, да? Да, если, соответственно, вы, маленькое дополнение, если вы сняли из списка разведки номер комнаты и обнаружили в ней минус единицу, значит, вы там уже были, и вы просто выбрасываете это, и повторяете процесс дальше, снимаете со списка разведки еще один цикл. Если вы добрались до последней комнаты, значит, лабиринт проходим, и более того, вы его прошли самым быстрым способом, потому что это обход вширь, как тут было сказано. А, нет, это не вширь. В ширину вам нужно весь список исчерпать сначала. То есть вам нужно два списка, список разведки текущий и будущий. Это вглубь. А если вы внезапно добрались до ситуации, что список разведки пуст, а вы до конца не добрались, значит, вы обошли все места, которые могли, и лабиринт недостижим. Вот и все. Короче, если что-то непонятно в моих словах, ищем, ищем вот здесь обход лабиринта. Он, кстати, был в прошлом году упомянут. Это как-то просто обход в ширину. Это даже не в ширину. Вот то, что я описал, даже в глубину, и все равно работает. Вот, 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 некоторая статья на эту тему. Одномерный, двумерный, трехмерный, как устроена таблица связанности в нем, никого не волнует. Этот алгоритм работает достаточно хорошо, если у вас есть возможность помечать посещенные места. Если ваша задача использовать, найти кратчайший путь, здесь такой задачи нет, то этот алгоритм надо превратить в обход в ширину, и он будет отличаться от того, что я сказал, только наличием двух списков разведки. В текущего и будущего. Для того, чтобы обойти в ширину, вы должны сначала посмотреть все места, достижимые за один шаг, и сформировать список мест, достижимых за два шага. Потом посмотреть все места, достижимые за два шага, ну и так дальше. Вот и вся разница. Тем самым вы попадете, тем самым вы доберетесь до конца еще быстрее. Так что давайте, у нас есть время до понедельника, как я понимаю. Тут вообще ничего сложного нет в этой цифре по спирали. Я не знаю, насколько это кому встало. Тут тоже алгоритм нету, да? А есть, тут даже алгоритм изложен. Вот. Моя идея решения задачи. Решений у этой задачи много. Есть даже чисто арифметическое решение. Вы просто можете в цикле вычислить пределы каждого цикла и его направления. Просто, просто, просто по тому, на каком шаге вы находитесь. Вот. Но моя идея была как в черепашке. У вас просто есть список направлений, да? И вы каждый раз, дойдя до конца, переключаете на следующий. Вот. И ходите по спирали. Да? Вот у нас есть список превращений координат. Да? Направо, вниз, налево, вверх. Да? Текущее направление направо. Вписываем очередную цифру. Идем, 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 до тех пор, пока не упремся в... Либо конец нашего массива, который мы заполняем, либо в уже заполненное место. Как только уперлись, меняем направление заполнения и идем в следующую сторону. Вот. Все. Вот. Единственное, что это надо очень аккуратно реализовать в случае, когда у вас четный, нечетный, кратный, там, ну, понятно, да? Ширина больше длины, длина больше. Вот. Так что тут тоже ничего страшного нет. Ну, это совсем такая простая штука. Чуть-чуть более разумный такой хитрый код. Вот я просто его покажу одним глазом. Вот. Вот этот генератор. Вам надо ходить по, значит, цифрам, поэтому он чуть более сложный, чем соответствующий генератор, который бы просто последовательность этих генерил. Вот. Фактически вы просто генерируете вот здесь вот, в этом, во внутреннем цикле, генерируете вот эту следующую последовательность, которую надо сказать. Вот. И каждый раз, когда у вас получается очередной элемент, вы его yieldите. Вот. Сначала сколько, потом чего. Единственная хитрость, которая в реализации этого алгоритма присутствует, это, собственно, понять или подглядеть в интернетах, что ничего больше трех в такой последовательности не бывает. Только один, два и три. Почему-то. Вот. То есть четыре не пойдет, не будет у вас. Никогда. Соответственно, вот этот yield count всегда выдаст одну единственную цифру. Да. Расскажите, товарищи, что такое минус один в квадратных скобочках. Что такое плюс, расскажите. Да нет, это просто список. Сложение списков. Это список. Это тоже список. Вот и все. В общем, вы, видимо, повелись на какое-то волшебство. То есть вам показалось, что у этой конкретно записи есть какое-то значение. Я понимаю, если бы вы там вот такое увидели, но нет. Там плюс, все нормально. Ладно. Значит, ну вот, собственно, все. Давайте лучше сегодняшним заниматься. Я не вижу здесь особых проблем. Так, это у нас цифры по спирали. Это у нас строки. Да. Значит, строки в питоне. Строки в питоне, мы с вами с ними встречались сплошь и рядом. Это такие последовательности. Которые, как известно, можно задавать четырьмя способами. С помощью одинарных кавычков, с помощью апострофов. То бишь, в смысле, двойных кавычков, одинарных. А еще можно задавать с помощью утроенных таких конструкций. Вот так. Утроенная конструкция хороша тем, что ее можно переносить. Вот. Кстати, обратите внимание на различие, на ситуацию, когда я говорю А в командной строке, и мне выдается, мне выдается внешний вид объекта вот такой. И когда я говорю print А, да? Вот. Когда я говорю print А, нам вот эта вот строка выводится так, как мы ее ввели с переводами строки. А если я говорю А, вместо вот этого красивого, у нас вместо перевода строки выводится вот такой, вот такой последний символ, как в Си. Объяснение простое. Print А выводит результат преобразования, результат работы метода стр у объекта А. Ну, точнее, два подчеркивания, стр два подчеркивания. А вот такая конструкция выводит результат работы метода репр. Метод репр, два подчеркивания, репр, два подчеркивания, предназначен для более технической выдачи информации, чтобы больше информации было про ваш объект. Вот. Ну и в частности, и более компактное представление. В частности, переводы строки превращаются вот в такие штуки. Про эти штуки мы еще сегодня поговорим. Вот. Ну, ровно так же вы могли бы использовать здесь тройные двойные кавычки, извините за остроумие. Вот. Четыре разных варианта. Они нужны ровно для того, чтобы вы могли задать строку, которая содержит кавычки и содержит апострофы. Вот она там содержит их, видите? Ну вот. Строка. Наверное, прямо сейчас стоит поговорить про то, какие бывают еще вот эти вот штуки. Вы наоборот можете написать, может, вот так вот. А, там, принт. Принт, допустим, 1, backslash, n2, backslash, n3, backslash, n, backslash, t, backslash, t4. И получить вот такую картинку. Вот. Значит, то есть, когда вы задаете константную строку, так же, как это все, кстати, сделано, то некоторые последовательности символов, начинающиеся на backslash, являются спецсилами управляющими. Backslash, n превращается в перевод строки, backslash, t превращается в тубуляцию. Помните наш разговор по тубуляции с самого начала? Вот. Какой-нибудь backslash, r превращается в возврат каретки. Это еще более интересная штука. А где остальные? На самом деле, ваша строка содержала раз, два, три, четыре, пять символов. Вот. Была выведена единичка, потом курсор прыгнул на начало строки, потому что символ возврат коррект так обрабатывается. Потом была выведена двоечка, потом была выведена троечка, ну и так дальше. Смотрите, чтобы было понятно. for e in range, допустим, от 10 тысяч, print и, запятая, end равняется пресловутый, пресловутый backslash r. А! Надо паузу какую-то сделать. Import time, time, точка, какой-нибудь way, sleep какой-нибудь есть тут? Sleep, о, sleep, есть sleep. 0,5. Будет ждать полсекунды? О, будет ждать полсекунды, шикарно. Сейчас до 10 дойдет. Видите, да? То есть backslash r — это возврат каретки, возврат курсора на начало строки. Я боюсь, мы не дождемся конца этого дела за одну пару, поэтому я остановлю. Короче говоря, при задании строки возможно такое преобразование. Полная таблица, я тут где-то открывал. Вот она. Полная таблица того, чего можно тут писать. Тут еще можно писать символ, при выводе которого на экран звучит, экран должен пищать, звоночек. Вот. Перевод формата. Ну, то, что пропуск страницы при форматировании документа. Если вам необходимо сто пудов вставить в вашу строчку backslash, то вы просто пишите два backslashа, backslash кавычка, вводят эту кавычку, независимо от того, какой у вас ограничитель. Вот. А в принципе, вообще можете написать, в принципе, вообще можете написать символ с каким-нибудь кодом сюда. Ну, например, вот так вот. Не знаю. А. Вот. Это код шестнадцатеричный. Ну, вот. Кстати, это нас, кстати, сразу приводит к идее рассказать про то, что есть функция ORD. Только не так, а вот так. Сейчас. Нет, ORD. Функция ORD от, допустим, такого. И она выводит код данного символа. Вот. В случае ASCII это один байт, в случае, например, русских букв, то есть не ASCII, не из таблицы ASCII, это какой-то питоновский вариант Unicode. Вот. Честно говоря, наизусть не скажу какой. Не UTF, это точно. Вот. Ну, и обратная картина. Вы можете сказать, CHR от, допустим, все тот же, все тот же 1098, и получить твердый знак. Вот. Это функция, которая… Да, кстати, этот ORD, он работает, разумеется, только от первого символа, да? А, он даже вообще работает только в том случае, когда строка состоит из одного символа. Вот. Значит, это что касаемо… это что касаемо спецсимволов в строке, да? Они вот-вот, они здесь перечислены, здесь еще можно по именам их как-то, еще какой-то можно… Ну, короче, это дальше смотрите сами. Строки. Спецсимволы. Рассказал. Строки являются последовательностями. Мы это с вами уже знаем. Можно, например, по строке пройтись. Это был for. 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 For.c.in. Допустим, строка. Да? Только c. Последовательность. И тут нас ожидает довольно интересный вопрос. Ну, мы знаем, что является элементом, скажем, цикла, списка или элементом кортежа. Ну, элемент кортежа – это объект питоновский, который в этот кортеж сложен. И список тоже. Что является элементом строки? Строка. Да, неожиданным элементом строки является строка просто длиной в один символ, в одну букву. Вот. Это наводит на мысль, что операция индексирования… Индексирование. О, неудачный пример. Совершенно не обязано работать стопудово так, что мы берем какой-то объект, являющийся частью последовательности, и его, этот объект, который является частью последовательности, вывозим. В данном случае строка представляет собой какое-то количество букв в памяти. А индексирование этой строки формирует принципиально новый объект. Это еще одна строка, да, но содержащая ровно одну букву, на которой мы указали. Ну, один символ. То есть, в этом смысле строка такой не вполне… Объект типа str такой не вполне стандартный для питона объекта, потому что мы ожидаем, что индексирование просто нам возьмет вот эту нашу таблицу объектов и выберет один под номером n, а в случае строки он берет нашу строку и из нее формирует совершенно новый объект, состоящий из одного символа. Ровно так же работает секционирование, смотрите. Ссекционирование делают под строку из строки, допустим, там, не знаю. Вот. Кстати, не одно ли то же вот это и вот это? Похоже, что да. И это одна строка, и то одна строка длиной в один символ, и то одна строка длиной в один символ. Вот. Все остальные операции над последовательностями константными, потому что строка в питоне неизменяема. Мы не можем написать, а, допустим, шестое равняется… Да? Дазнед саппорт. Так вот, все остальные операции над последовательностями, над строками тоже применимы. Отрицательное индексирование. Ну, все что угодно. Вот, допустим, вот такое, да, там. Да, пожалуйста. От третьего до 50-го с шагом 4. Учитывая, что 50-го нету, но мы помним, что операция секционирования, она… Операция секционирования, там индексы могут быть несуществующие. Мы возьмем только правильные индексы, все. Вот. На самом деле, на самом деле, особенность строки, такая непохожесть ее на другие последовательности питона заключается еще и в том, что, допустим, операция in… Что делает операция in с обычными последовательностями? Она ищет объект, который… Входит он в эту последовательность или нет? Операция in для строки ищет под строку в строке. Смотрите. Ну, вот так-то понятно, да, что-нибудь типа o, in, a. Yes. Да, потому что в a содержится o. Ну, и вот так будет работать, например. То есть, опять-таки, строка рассматривается не как последовательность каких-то символов, да, а именно как строка. И операция in – это операция поиска под строки в строке. Кстати сказать, может быть, кто-то помнит, какая сложность у поиска под строки в строке. Поиск элементов в последовательности имеет линейную сложность. Мы просто все элементы сравниваем, и все. А вот поиск под строки в строке какую сложность имеет? Поиск элементов в строке. a, b умножить на 10 плюс, допустим, c in, a. Почему false? Да, давайте взявляем скобочки, но я уверен, что они тут не нужны. Вот. Почему false? Ну, потому что a, b, 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 c в a не содержится. Но как это будет происходить? Если мы напишем алгоритм этот впрямую, то мы увидим, что мы сначала проверим вот это и поймем, что оно на c не кончается. Потом посмотрим на b. Нет. Потом проверим вот это, посмотрим, что оно на c не кончается. И так сделаем, извините, 10 раз. До тех пор, пока мы не увидим, что длина соответствующего куска строки просто меньше, чем то, что мы ищем. Вот вам явная квадратичная сложность. На самом деле нет. Существует алгоритм, называемый алгоритм, кажется, D-Extra. Как раз поиск подпоследовательности в последовательности, который сводит всю вот эту операцию за счет определенного объема памяти. Сводит ее к линейному алгоритму. Вот. И именно он реализован во всяких таких поисках подпоследовательности в последовательности. Но, еще раз повторяю, это не самый простой алгоритм. Мы, допустим, когда я занимался с детишками олимпиадными задачами, его разбирали. Вот. Точно так же всякие методы типа count. a.count. Ну, какой-нибудь ab, ab, ab. Вот. Вот это ab, ab, ab содержится в этой строке 6 раз. Понятно, да? Значит, без перекрытия. Это первый раз. Вот это. Да? И это второй раз. И это третий, ну и так дальше. Вот. И опять-таки мы ищем подпоследовательность в последовательности, что не характерно для классических последовательств, где мы, впрочем, просто ищем элементы. Давайте вообще посмотрим, какие есть методы у… Давайте поразнообразнее сделаем нашу строку. Это называется разнообразнее. Ну, вот так хотя бы. Какие есть методы у нашей строки… у наших строковых… Ого! У строковых данных очень много, на самом деле, методов. Вот. Это связано с тем, что еще язык программирования ABC, с которого Гвидо начинал подготовку всего этого дела, уже содержал развесистую работу со строками. Видимо, люди, которые разрабатывали ABC сначала долго страдали с Паскалем. Вот. Долго страдали. И решили, что они больше страдать не будут, и поэтому будет все. Вот. Ну вот. Значит, методы строковые делятся на несколько групп. Ну, find, индекс, каунт мы уже смотрели. Есть еще метод индекс, который, как вы помните, а.индекс, который, как вы помните, выводит… А, ну да. Возвращает позицию, начиная с которой, соответствующая подпоследовательность, встречается вот здесь вот. Пятый. Вот. 0,1, 2, 3, 4, 5. Да, метод индекс может выдать value error exception, если соответствующая подпоследовательность не найдена. А если вы хотите, чтобы такого не было, вы можете всегда пользоваться методом find, который делает то же самое, но возвращает минус единицу, если не успех. Вот. Следующая группа методов — это всевозможные проверки. Они начинаются на из. Видите их сколько? Да, значит, из. Из alnum является ли строка последностью alfaitно-цифровых символов? Да, вот сейчас, допустим, b равняется, не так, b точка is alnum, num true. А если b бы у нас равнялась вот так вот, она уже была бы false. Да, кстати, я думаю, что это тоже false, да, только alfaitно-цифровыми. Ну и дальше по списку. Из alfaitно только буквами русские, и вообще буквы, соответствующие локали, учитываются, считаются буквами. decimal — десятичными цифрами, digit — просто цифрами, identifier — последовательность букв и цифр, начинающаяся не с цифры. Ну вот именно это и проверяется. Скажем, если у нас b равняется вот такой штуке, то b — это не идентификатор. Вот. А если b равняется вот такой штуке, то внезапный идентификатор. Вот. Что еще? Являются ли все буквы маленькими? Лежит ли тут число? Являются ли все символы печатными? То есть, например, нет ли там перевода в строки, табуляции, чего-нибудь такого? Являются ли все символы пробельными? Пробельными, напоминаю, является перевод строки, табуляции, перевод формата. Вот. Дальше тут совсем удивительно. Ну, из upper являются ли все буквы большими? А вот из title — это вообще очень странная штука. Оно проверяет, что в нашей строке первая буква большая, остальные маленькие. Вот. Зачем? Не знаю. Следующая группа методов — это методы форматирования. Мы можем написать что-то типа… Там s равняется, ну там, не знаю, вот так вот. Вот. И s, l-just, скажем, на 10. Ой, не а, s. Вот, видите что? Нам сформировалась строчка из 10 символов, у которой исходные символы строки s прижаты к левому краю. Кажется, тут можно сделать вот так, передать заполнитель. Ну, соответственно, и r-just и center. Вот. Обратите внимание, что такое ненастоящий center, потому что у нас строка длиной 3 символа, а впихнуть мы его хотим в 10. Явно с какой-то стороны будет больше. Вот. Операции преобразования строки. Lover — большие буквы превращаются в маленькие. Upper — маленькие в большие. Swap case. Маленький превращается в большие, в большие в маленькие. Повторяю, да. Title — мы уже говорили, что это такое. Давайте проверим. Вот, видите, первая строка будет буква большая, остальные маленькие. И обязательно так. Capitalize. Не помню что. Кажется, каждое слово будет с большой буквы. Нет, самое первое слово с большой буквы, остальные маленькие. А, точка title, да, вы правы. Да, точно. Title — это все слова с большой буквы, неизвестно почему. Ну, вот, такова была фантазия автора. Ну и case fold, я вообще забыл, что такое. Кажется, это такое преобразование строки, чтобы можно было сравнивать на больше-меньше. Да. Знаете, зачем это нужно? В некоторых языках есть сдвоенные буквы, типа АЕ, вот это все. И после обработки case fold у вас получаются строки, которые точно можно сравнивать, вне зависимости от того, большие там буквы или маленькие. Вот. Ну, в общем, вот. Более интересные вещи. Функция replace, ну, метод replace, да, понятно, что делает. А точка replace, что-нибудь sd, допустим, только большими буквами sd на вот такое. По умолчанию, кажется, удаляются, производятся все имеющиеся замены, а возможно, да, возможно, сделать, можно указать количество. Например, только одну, первую. Это обычная замена, просто под строки на строку. Отдельно группы для работы с пробелами. Есть, допустим, если у нас в нашей строчке встречаются пробельные символы, тубуляция там встречается, например. Ой. Ну вот. Ctrl-C нажал. Вот. tub.strip нас эти символы удалит. Есть также l-strip и r-strip, это понятно, да, справа и слева надо пообрезать. Вот. Есть еще отдельно функция expand tabs, это наследие второго питона, когда было это очень важно, чтобы, значит, превратить последовательность пробелов и тубуляций именно что в последовательность пробелов, при этом соблюдая вот эту вот договоренность о том, что тубуляция – это добавление нужного количества пробелов до кратных 8. The fill, если не изменяет память, не помню, кстати. А, заполняет нулями. Ну-ка, интересно. Что там у нас было? s, s.the fill от 10. Ой, обычными нулями. А, это чтобы число получилось. Вот что. Это чтобы получилось число с лидирующими нулями. Вот. Ну, хорошо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А если у нас написано такое? s равняется, ну, скажем, минус 1. О! Этим оно отличается от обычного, обычного, там, rjust, да, что она, видя, что тут лежит минус, его переносит в начало. Видите, какая картина? Это все, значит, правые какие-то операции. Partition — это один из видов поиска под строки в строке с откусыванием куска. Это, в общем, не очень интересно. Намного интереснее. Как-то у нас все быстро проходит. Возможно, я еще кое-чего расскажу сегодня. Про файлы, например. Соседняя тема. Намного интереснее группа методов, связанных с разбиением строки на части и потом склейка их обратно. Вот. Вот у нас есть строчка A. Обратите внимание, что в ней есть какое-то количество пробелов, и некоторые из них встречаются много раз. Так вот, если мы скажем A.split, мы в результате получим список, состоящий из подстрок строки A, таких подстрок, которые отделены друг от друга последовательностями пробельных символов. Напоминаю, пробельный символ — это перевод строки, перевод, возврат каретки, кстати, тоже пробельный символ, бэкслэш R, пробел и табуляция. И еще перевод формата. Очень удобно использовать метод сплит для разбора вводимых строк, если вы хотите действительно что-то вести через пробел. Шмяк, и у вас уже прям вот это. Что мы когда-то можем применить? Ну, конечно, вот такое. Бац! Вот. И это уже, как вы видите, список целых. Вот. У метода сплит два разных способа работы. Первый способ состоит в том, чтобы, когда вы его вызываете без параметров, и в этом случае разделителями между словами являются последовательности пробельных символов. Если же вы, допустим, скажете, что разделитель у вас это, не знаю, 3, в этом случае разделителем является не последовательность символов, а ровно один, ровно та строка, которую вы указали в качестве разделителя, вот. 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, сейчас. То есть есть тут повторяющиеся или нет? Вот 1, 2 есть. Вот. Ровно та строка, которая указана в качестве разделителя, ровно столько раз, сколько, ну, один раз, да? Поэтому возможны такие варианты, что если, допустим, у вас строка равна чему-то вот такому, сейчас, даже не так, ну, да. вот, и вы говорите a.split в качестве разделителя указываете запятую, только запятую, то понятное дело, что между вот этой запятой и вот этой запятой лежит пустая строка. Вот они у вас. Вот так он поделился. Разделитель не обязательно должен быть из одного символа. Вот, пожалуйста, из двух. Вот. Ну и вообще говоря, понятно, это просто разбиение строки на подстроки, считая, что между этими подстроками лежит вот ровно конкретно этот разделитель. Вот. Очень удобный метод split для анализа входных данных, введенных с помощью, например, input как строки. Вот, видите, в один пинок мы сделали из введенной строки с разделителями пробелами, сделали список из целых чисел. Вот. В принципе, есть и обратный метод, тоже очень удобный, для того, чтобы слепить все строки в одном. Вот. Это метод называется join. Допустим, у нас есть, ну, у кого мы там, да все тот же, все тот же, все тот же nm. Давайте мы его распилим на части, скажем, что sn равняется nm.split. А теперь давайте его обратно склеим, причем, ну, скажем, через подчеркивание. Мы говорим так. Обратите внимание, метод join – это метод не списка, да? У списка нет метода join. Это метод строки, то есть это метод разделителя. Мы говорим вот так вот. Два подчеркивания, например, два подчеркивания. Точка join, ns, sn. И вуаля, мы получили из списка строк, получили одну строку, в которой эти строки склеены посредством вот этого разделить. Если мы хотим их слепить прямо один к одному, то можно просто пустую строку указать. С помощью этих нехитрых манипуляций replace, split и join можно и циклической обработки. Можно со строками творить всевозможные чудеса, к чему я вас, собственно, и призываю. Отдельный есть метод splitLines, который позволяет делить строки, делить одну большую строку, содержащую много строк, в смысле с переводами строк, на несколько. Ну вот, если мы напишем вот так вот, а, а, скажем, да нет же, а, а равно. Вот, а.split, splitLines нам выдаст как раз список, в котором будет первая строка, вторая строка, видите, она пустая, третья, четвертая, пятая, ну и так далее. Мне кажется, что ничего, никакого различия между a.splitLines и a.split.backslashn. А еще смотрите, он последнюю строку выкинул в первом случае, а во втором нет. Видите, да? Там было два перевода строки. И в этом случае он игнорировал последнюю пустую строку, а в этом случае нет. Да, и как было совершенно правильно сказано, под Windows конец строки это не backslashn, а backslashn, backslashr, и не факт, что… А под macOS наоборот, backslashr, backslashn. И не факт, что это так заработает, как надо. Поэтому splitLines нам гарантированно разобьет по строкам так, как это полагается в данной операционной системе. И это уже регулярное выражение. Я могу в следующий раз рассказать про регулярное выражение или попробовать сегодня успеть рассказать, хотя вряд ли. Я сегодня не очень хочу задерживаться, у меня дела есть. Я посмотрю, сейчас мы добьем строки до конца, я посмотрю, сколько останется времени, может быть, действительно, про регулярное выражение чуть-чуть расскажу, это будет тоже хорошая тема годная. Вот, значит, split. В общем, split и join активно призываю ими пользоваться, это очень-очень полезные штуки. Еще одна полезная штука, которая будет использоваться в домашних заданиях. Странно, почему я не сделал домашнее задание именно на это, а кажется, там, ну, может быть, сделаю в ближайшее время. Это так называемые форматные строки или форматирование строк. Все это восходит к идее шаблона и активно используется в том же C. Помните, у printf есть прямо свой собственный язык описания форматированной строки, как подставлять, значит, как подставлять на место там проценты что-то, как подставлять параметры, передаваемые printf в C и в C++. В питоне, кстати сказать, этот язык тоже поддерживается, но он считается не главным устаревшим, он во втором питоне есть, и в третьем есть, но он считается устаревшим, а главным считается немножко другой, более мощный. Значит, как это выглядит? Даже не знаю, с чего начать. Если вы используете питон версии не меньше, чем 3.6, то проще всего начать, наверное, с собственных форматных строк. Я забыл сказать, кстати, разговаривая про все вот это, что если вы написали вот так вот и получили не то, что хотели, потому что вы-то хотели, чтобы в вашей строчке было ровно 8 символов backslash n, backslash n, backslash n, то надо делать вот так. Так, вписывать сюда специальный модификатор r означает row. И тогда, ой, и тогда в вашей строчке таки даешь 6 символов, значит, backslash n, backslash n, backslash n. То есть модификатор r перед кавычками лишает содержимое строки спецсимволов. Вместо спецсимволов просто вставляется backslash, просто n, просто backslash n, просто backslash, просто n и так дальше. Ну так вот, совсем недавно, когда выходил 3 шестой питон, в него приехал такой волшебный пеп. Вы можете написать букву фы от слова формат. И дальше писать что угодно, но если встречаются фигурные скобочки, это, собственно, признак того, что то, что сейчас будет, надо форматировать. То, допустим, какое-нибудь число 10, вы можете сказать, но шириной, не знаю, там, 8 символов. Только давайте мы тогда, чтобы тут вот что-нибудь такое. Число 10 шириной 8 символов. И у вас произойдет подстановка на место вот этого шаблона числа 10 шириной 8 символов. Если хотите, чтобы оно там еще и нулями заполнилось, пожалуйста. Если хотите, чтобы 10 было с другой стороны, пишите, указывайте стрелочку. Если хотите, чтобы оно было посередине, кажется, надо вот такую стрелочку указывать. Вообще Гвида, когда все это изобретал, он любитель таких птичьих языков описания. Вот это вот ровно вон, да? Видите, да? Вы можете… Несколько интереснее, если у вас число вот такое, там можно указать отдельно ширину, отдельно ширину количества символов и отдельно количество символов после запятой. Вот. Шаблон форматирования. Но это только начало. Понятное дело, что здесь у вас может встречаться, например, переменная. У нас есть какой-нибудь? А равняется, не знаю, там, n равняется 100 500. Вы можете написать так. Форматная строка, здесь что-то такое, здесь, допустим, n, здесь что-то такое, здесь, допустим, n шириной в 8, а здесь вообще а. И при обработке этой форматированной строки, буквы f в начале, здесь вставятся содержимые переменные n, здесь содержимые переменные n, отформатированные на 8 символов ширины, а здесь содержимые объекта с именем а. Вот. Еще хуже. На самом деле здесь может вообще быть арифметическое выражение. Вообще любое выражение питона. То есть, когда вы используете форматную строку, и это такое ограничение, да, форматные строки, не стоит использовать, допустим, в продакшене. Когда вы используете форматную строку, на самом деле содержимое вот этого безобразия просто евалится для начала. То есть, вы не можете сюда написать, например, несуществующего имени, и как видите, ошибка будет ровно такая, как если бы вы пытались эту строчку выполнить. То есть, когда вы используете форматные строки, содержимое фигурных скобок, шаблонов просто тупо евалится, а потом еще и форматируется. В версиях питона меньше, чем 3.6, форматных строк еще не было. А был метод формат. Метод формат — это метод той же самой строки, в котором надо просто передавать список тех, кортеж тех выражений, которые надо выводить. Ну, что-нибудь в таком духе. Первый, нулевой, первый, ну, второй. Точка формат. И передаем три параметра. 10, 20, 30. В общем, понятно. Можно вообще не писать номера, а написать вот так вот. Там, бла-бла-бла, двоеточие, 8, бла-бла-бла. Ну, даже не так, просто вот так вот. Точка формата 10. Соответственно, на место первых фигурных скобочек вставится нулевой параметр, на место вторых — первый. Не писать номер. Так тоже можно. Вот. Поскольку форматные строки появились сравнительно недавно, вы много увидите, если будете смотреть код на питон, много увидите вот таких конструкций. Вот. Но мне кажется, что такая конструкция даже, ну, она еще более гибкая для решения домашних заданий, еще более подходящая. Кстати, сказать, на e-judge я всем посылал сообщение, да, уже давным-давно это 3.7-й питон. Такая штука уже работает. Ну, вот, ну, я ходил на e-judge. Не верю. Ну, то есть давайте проверим, но я проверял, что там 3.7-й питон-таки. Ну, может быть, он у вас, может быть, там был синдексерер. Ну, давайте еще раз проверю, потому что мне администратор ответил, что он поставил 3.7-й питон, я посмотрел. Знаете что, может быть, это моя вина, может быть, у меня там стоит специальный запуск 3.6-го питона. А вы мне об этом сообщили? Сделайте это, пожалуйста, и я эту заявку обработаю. Вот. Значит, видимо, я ничего особенного не успею сегодня рассказать, лишнего, потому что у меня есть такая тема, она может быть абсолютно бесконечной, потому что здесь такая, в ней есть волшебная тема кодировки. Это очень волшебная тема. Итак, что такое строка с точки зрения питона? Строка — это последовательность символов. Я несколько раз сегодня за лекцию не то чтобы оговаривался, но специально допускал такую замену и вместо символов говорил букв. Почему? Потому что символы в питоне — это не то же, что, например, символы в си. Вот в 2 пятом питоне, ну, в смысле, во втором питоне это было так. В третьем питоне символ — это именно то, что выводится на экран. То есть, если, допустим, у вас русская буква, то она кодируется не одним байтом, а двумя или даже тремя. А там вот в питоне есть варианты. Вот. Более того, даже если она кодируется одним байтом, ну, например, вот такая, не русская буква, а латинская, на самом деле их два. То есть в памяти только строки, которые состоят исключительно из эзотских символов, занимают… А, вот, кстати, можно попробовать импорт sys, по-моему, sys, да? a равняется… 1, 2, 3, 4, 5. sys, sys.sizeof… Нет, get sizeof. Get sizeof от a. 54 байта. Это 54 байта не только строка, но еще и описатель, заголовок, как бы, ну, заголовок, описатель объекта, и все сразу. Давайте даже вот так сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. 54. Добавим один байт туда. 55. Добавим еще один n-байт. 56. Добавим сюда русскую букву. Ой. Почему? Потому что если у вас в строке есть хотя бы один символ не из оски, ее придется кодировать в другой кодировке, в кодировке внутреннем питомовском юникоде, и теперь все символы занимают по два байта. Вот и все. Поэтому их почти в два раза больше стало. Ну, минус описатель, который, естественно, не увеличился. Мы даже можем вычислить размеры описателя теперь. Да? Значит, 90, значит, 45. 11 байтов описателя. Вот. Какого-то. Значит, при этом, что хорошо, что если у вас, допустим, а равняется, там, не знаю, вот в эти самые русские буквы, и здесь есть нерусские буквы тоже, то а нулевое это первый символ, а первый второй, а третье третий, и причем вне зависимости от того, как, ну, понятно, да, вне зависимости от того, русский он или нерусский, все хорошо. Напоминаю, что это свойство третьего питона. Во втором питоне строки однобайтовые строго. Ну, бог бы с ним, с вторым питоном. Вот это наличие специфического понятия о тексте у третьего питона, оно накладывает некоторые довольно забавные ограничения. Вот когда мы будем с вами говорить о файлах, видимо, не сегодня, мы увидим, что чтение просто текста из файла, это не самая простая операция на самом-то деле. Потому что нам надо еще принять решение о том, в какой кодировке там это все лежит. Вот. Даже ввод с экрана не самая простая операция. Знаете, почему? Потому что с экрана, допустим, в Linux, выводите в кодировке UTF-8. Кодировка UTF-8, она специфическая. Она такая ленивая, там все ASCII-символы имеют один байт кодировки, а все другие символы нет. Два или три, или даже четыре. Три, по-моему, не бывает, не помню. То есть в действительности у нас происходит двойное, как бы перекодирование. Мы сначала считываем со стандартного ввода Unicode, дальше Python говорит так, кодировка у нас сейчас там Unicode-ная, значит, в смысле UTF, вру, мы считываем со стандартного ввода UTF, Python говорит, кодировка у нас UTF, сейчас я ее переведу в свой внутренний Unicode и разложу строки в двухбайтной кодировке. Давайте проверим, что это так. Значит, вот у нас, допустим, есть файл под названием O, в котором мы запишем две русские буквы и две латинские буквы, и перевод строки. Вот как выглядит этот файл. Это типичный UTF. D0AB это I, D096 это G, 77 это W, 65 это E, 0A перевод строки. Всего 7 байтов. 7. Теперь попробуем Python 3 минус C, ну скажем, print от input. len от input. Лишняя строчка вот так, да? Нет, не лишняя. Во. Теперь давайте попробуем заставить его прочитать из этого файла. 4 байт, 4 чего-то, 4 символа. Значит, наш файл из 7 байтов с точки зрения Python состоит из 4 символов, что в общем логично. Вот. Мы уже видели, что размер при этом такой строки будет как если бы каждый из этих символов занимал по 2 байт. То есть, одно дело представление кодировки в системе, в которую вы вводите, и другое дело представление кодировки в Python, которая всегда одинаковая. Это нужно ровно для того, чтобы, например, программы под Windows работали. Windows, как известно, используют 4 различных кодировки. В разных случаях. Вот. Чаще всего, довольно часто, 1 байтовая кодировка CP1251. Вот. Иногда у Unicode, иногда у CS16, Unicode, иногда у TF, иногда вообще доступ к кодировке CP866. 4 раза. Вот. Я не помню, какая в каких случаях. Если мне не изменяет память, она может изменять, она может изменять, энкодинг з. Вот. Нет, не это. Тогда локаль. Ау. Где-то локаль. О. У нас есть модул локаль, из которого мы можем прочесть пару. А, собственно, какая локаль у нас сейчас состоит. Значит, это у нас код страны, это код языка, а это название кодировки UTF-8. Это то, как работает операционная система. Операционная система вот сейчас вводит в кодировки UTF-8. Python хранит все строки в Unicode. Вот. Для того, чтобы преобразовывать одно в другое, Python должен знать, какая у вас входная кодировка. Например, если я скажу lc all равняется c и дальше вот эту вот всю фигню. Ой. Смотрите. Видите разницу? Я сказал линуксу, дорогой линукс, у тебя локаль c, то есть стандартная, без каких бы то ни было языков. Без Unicode, главное, без UTF. Python, зная, что локаль у нас c, расценил содержимое этого файла как 6 байтов, ну и перевод строки, которую он просто не включил. Да, перевод строки заведует тем, что мы вводим. И ввел 6 байтов по очереди. Интересно, что будет, если я его напечатаю не лен, а просто input. А, ну да, он их этих по одному байту вывел, естественно, они при выводе преобразовались в буквы. Ну вот, значит, еще раз, когда мы устанавливаем настройки системного языка, скажем, такие, что язык вообще не упоминается, Python начинает работать по-другому при вводе со стандартного ввода, он каждый байт считает байтом, строка получается длиной 6 байтов, 6 символов отдельных, вот. А когда мы таких извращений не делаем, у нас локаль считается русской, и, соответственно, вот это преобразование этих байтов считается, что вот это, согласно кодировке вот F8, это у нас Y, а это у нас G, вот, а это у нас W, а это у нас E. Такие дела. На свете очень много разных кодировок, не будем с ними заморачиваться, вот, но имейте в виду, что при вводе происходит такое преобразование. Это тем, потом, это тем более, не сейчас, это тем более имеет значение, если учитывать, что в питоне есть на самом деле тип данных, обозначающий последовательность байтов, а не последовательность строк. Это тип байтов. Тип байтов можно записать так, B равняется B, и дальше что-то такое. Видите букву B? В отличие от A, который, который, ну, в отличие от строк, которые вот такие, да. В чем разница? В принципе, объекты типа bytes можно с ними сделать то же, что со строками, да. Вот. Их можно индексировать. Смотрите-ка, у нас объект типа bytes ведет себя немножко похоже на C-шный массив. Когда их много, он строка, когда, значит, он один, он, видите, число. То есть мы можем написать что-то типа такого, B равняется там A, B, C, D, E, F, только B вначале написать. Вот тут вот, да. И он будет вести себя почти как строка. Но если мы начнем его индексировать, то он будет вести себя как массив коротких чисел, ну, байтовых. Такой ORD и CHR для бедных. К сожалению, присваивать ему значения нельзя. Вот. Но зато можно работать как с байтами. Зачем нужен тип bytes? Для чтения бинарных данных из файла. Открываете файл, читаете оттуда бинарные данные и просто ходите по этим байтикам, значит, индексируете их и все хорошо. Вот. Как раз хотел про это рассказать. Спасибо. Если попытаться загнать туда русские буквы, произойдет следующее. Он скажет, что не бывает такой константы, вы не можете знать константу с русскими буквами. Вы можете что сделать? Вы можете взять и сказать, вот, допустим, A равняется, да, можно и F, это без разницы. Я говорил, что переменные в питоне могут быть названы любыми буквами. Любыми буквами, которые считаются буквами в данном языке. А давайте русские буквы туда загоним. Квецук. Да? Значит, пускай все-таки А будет. Если мы хотим его преобразовать в bytes, bytes от A, он говорит, не могу, укажите кодировку. Вот вам, пожалуйста, я преобразовал струку в байты, явно указав кодировку, в которой она должна появляться. И действительно, квец, дальше это у нас D1, 86, это у нас что там? C, это у, это к, давайте мы вместо квецук напишем что-нибудь, чтобы было понятно. Вот это вот не будет преобразовываться, а здесь ABV напишем, ABVG. О, D0, B0, D0, B1, D0, B2, D0, B3, да, наводят на подозрение, что это подряд идущие буквы. Если, допустим, мы здесь укажем корректировку другую, ну, не знаю, там, КОИ8, получится другая картина. Это русские буквы в кодировке КОИ8, однобайтовый. Вот. Наверное, здесь присутствующих уже никто не знает слова БНОПНЯ. Никто. БНОПНЯ. Никто. Значит, это слово было очень популярно среди системных администраторов лет 10-20 назад. Вот по какой причине. Поскольку кодировку УТФ-8 тогда не использовалась практически нигде, была большая проблема, я думаю, вы до сих пор иногда получаете письма в странных кодировках. Вот. Была большая проблема по тому, что кодировка однобайтовая, понять, какая она. Одних русских кодировок штук 20 разных бывает. Вот УТФ-8, скажем, КОИ8Р это одна, а вот есть еще кодировка, допустим, все та же ЦП-1251. ЦП-1251 или ВИН-1251. Вот. Как видите, она тоже однобайтовая, но значения русских букв этот самый ЯЦУК другие. Поэтому, если человек писал системному администратору письмо, в котором он задавал ему вопрос, и писал это письмо в кодировке, скажем, ЦП-1251, получался получался вот такая штука, а системный администратор разумеется сидел на какой-нибудь Unix-системе и получал и пытался прочесть это письмо в кодировке КОИ8Р, и при этом отправитель не указывал кодировку, хотя в почтовом отправлении надо указывать, надо тогда было указывать в какой кодировке оно пришло, Я еще знаю слово БХЛЮМХИ 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 это внимание с восклицательным знаком в конце Да, восклицательный знак, разумеется, не декодируется, потому что О носки Вот Слава Богу эти времена миновали все-таки УТФ повсеместен, но опять же в Винде например вы можете встретиться с кодировкой УЦС-8 это Unicode который строго двубайтный примерно такой как в Питоне Ну и еще с чем-нибудь таким Кодировки Последнее что я хочу сегодня рассказать и на этом мы наверное закончим чтобы не пытаться начать новую тему большую Это еще один тип данных который представляет собой модифицируемые массивы байтов Он называется ByteArray Это очень удобная штука Да Значит я забыл сказать Я забыл сказать что возможно сказал но неявно что данные типа байтов поддерживает все строковые методы видите даже больше еще какой-то хекс есть я не знаю что это такое вау а смотрите заменилось на его на его шестеричный код 61 смотрите почему а почему тут нет ни одной буквы а хекс это нет хекс одесса извините это не восьмеричный код ща что-нибудь придумаем не все нормально вот наконец-то просто мне не повезло я всякий раз вводил символы у которых шестеричный код не содержит ни одной буквы вот звездочка содержит 2 2 короче говоря это дешевый способ превратить последователь байтов в последователь двузначных шестеричных кодов ну и сделать их из строки например сказать b равняется байт рэй допустим из строки там бла-бла-бла а ну да инконинг надо сказать никакой инконинг нет не знает ну ц знаешь тоже не знаешь хорошо утф знаешь молодец байт рэй себя ведет точно так же как байт смотрите за одним мелким исключением туда можно присваивать значение видите я пробелчик туда поставил причем боюсь ошибиться да ошибся только интеджер значит еще раз как мы уже сегодня видели несколько раз операция индексирования это такая в общем-то это просто метод get-it соответственно он может быть реализован для разных объектов существенно по-разному строк операции индексирования генерирует новый объект строку в объектах типа bytes или byte array операция индексирования внезапно возвращает короткое целое размером byte так вот byte byte array удобная штука для работы с последовательностью и даже в общем со строками если я не ошибаюсь да byte array поддерживает те же те же эти самые те же методы что и обычная строка и bytes видите вот то есть вы можете с одной стороны работать с ними как со строками с byte array с другой стороны как со списками смотрите вот сюда да это списки и при этом возюхать туда-сюда единственный недостаток разумеется это строки байтовые то есть вы не можете ни русские буквы ни какие-то специальные символы использовать а вот там допустим задачку домашнее задание которое вот такое сегодняшнее с помощью byte array решается на полпинка это просто список byte array в который вы просто по соответствующих координатах рисуете соответствующие вписываете соответствующие байкики единственное что вам нужно будет чем вам нужно будет заняться это превратить вот эту вот эту вот скажем бебячку как она по-русски это да-да-да ну собачку да бебячку превратить ее в соответствующий байт ну например с помощью орд да и вот это уже записывать в byte array вот и все или кстати сказать может быть можно сделать так ну-ка ну-ка давайте попробуем байт байт буфер а вот так понимаете что я сделал я вместо операции индексирования которая возвращает возвращает символ вызвал операцию секционирования которая возвращает байтовую строку ну и сразу все получилось правда формулировки формулировки этого задания используются обычные строки значит вам придется все-таки либо использовать орд либо преобразовывать ну в общем одна лишняя функция байт мне кажется что я не хочу сейчас трогать какую-нибудь новую тему давайте попробуем позадавать мне вопросы разные на тему того что было сказано там про кодировки про что-нибудь еще про локаль в конце концов громче да вас их сразу двое вот там был человек раньше число поскольку было поскольку число было вещественное то как пойдет округление сильно зависит от того как разложились нули-единички в мантисе помните мы говорили в первый же день что поскольку представление вещественного числа всегда конечные то в действительности хранится а теперь wo дешевая пластиковая модель и пока нам хватает точности скажем три знака только мы говорим не в тренинге после запятой а двадцать знаков после запятой Вот этот хвостик, представляющий собой двоичный кусочек до определенного бита, он превращается в десятичный и выводится так, как есть. Вот и все. Еще вопрос. Сплит без параметров развивает строку по краномному штуку. То есть, там может быть A, B, B. Да-да-да-да. В случае сплита без параметров это разбиение строки на слова. А. Словом, считается последовательность непробельных символов. Соответственно, последовательность пробельных символов считается разделителем. Это не конец вопроса. Если мы передаем параметр, скажем, структуру, то у нас клик будет разбивать по одной зеркалке. Да, по одной зеркалке. А чтобы сделать, чтобы параметры, что она использовала регулярно... Да, надо уже использовать модуль RE, про который я не успею точно рассказать уже совсем. Возможно, если мы... Возможно, кстати, мы подумаем об этом. Возможно, в следующем семестре у нас будет продолжение, собственно, питончика, но уже будет, типа, там, написание приложений, что-нибудь такого рода. Возможно, там будет разговор про модуль RE, потому что он полезен. Еще вопрос. Да. Помните, вы говорили, что у массива байт есть те методы, что их устроено? Ага, ага, ага. А как можно выполнять эти методы, если не в какой-то кодировке? Это байты, они ни в какой-то кодировке. А как выполнять там методы, какие-то кодировки? Какие? А мы сейчас расскажем. Ну вот они, методы, вот они, перед вами. Ну, и альфа, и диджит, извините, это, значит, поскольку у нас может лежать только ASCII там, да, то всем известно, что такое альфа. Это буквы от А до Z, и от А большого до Z большого. А, да, понятно, да, значит, я понял, в чем вопрос. Поскольку 1-байтовая строка, в смысле 1-байтовая, поскольку там хранятся байты, мы вообще забываем про то, что бывают какие-то кодировки, какая-то старшая половина, от 0 до 127. Все остальные, там, 128 и выше, это просто байты с таким значением. Давайте попробуем, кстати. Что получится, если я скажу, B, скажем, второе, равняется 200. Видите, да? Он ничего не знает про кодировку, он говорит, это байт с шинестеричным кодом C8, все. И больше ничего. Еще вопросы? Да. Если текст программы использует прибитые кодировки строков, надо ли обязательно указывать кодировку? Кодировку чего? Как во втором питоне в значащем комментарии? Нет, не надо. А тогда как преобразовывать? УТФ. Считается, что в программе должны быть вбиты строки русскими буквами в кодировке УТФ. Возможно, вот этого я сейчас не знаю, возможно, это зависит от сборки питона под конкретную операционную систему, если в вашей операционной системе вот никак нельзя с УТФом, а надо с каким-то другим каким-то кодом, в смысле кодировкой, то нет. Ну, по-моему, нет. По-моему, только УТФ. Не проще ли когда-то давать как байт поискнутым, чем соблюдается? Я понимаю, мне кажется все-таки, что подавляющее большинство современных операционных систем и редакторов позволяют работать с файлами в кодировке УТФ. И в этом была идея, когда ее вводили в питоне как основную. Для этого надо считать, как в порядке, то есть среды, в которой не выполняется программа. Не-не-не, УТФ. А если там ЦВ-12-51? А, выполняться. Когда программа будет выполняться, то преобразование будет происходить не в момент компиляции в байт-код, а в момент ввода и вывода. Байт-код компилирует питон сам. Строки, допустим, выполняют, что нет, используясь для вывода зерега. Еще раз. Если строки находятся в коде программы, в коде программы, они не участвуют во вводе вывода этой программы. Они участвуют во вводе, собственно, питонского интерпретатора, и им интерпретируются. И нам вполне достаточно сказать, что они должны быть в УТФе. А вот когда идет ввод-вывод, поскольку ввод-вывод идет со стороны пользователя и в пользователя, пользователь не виноват, что он использует Windows, и что там ЦП-12-51. И вот здесь это преобразование нужно, но оно все равно происходит. Строки внутри программы просто по определению в УТФе. Ну что, еще вопросы? Окей, тогда так. У нас две задачи уже готовы. Одна задача сформулирована и не готова, и одна задача, ну, я еще подумаю, будет она такая или нет. Может быть, я дам задачку на форматирование строк. Ну, собственно, на этом все. Большое спасибо.